МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-журналисты телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Фатальный бордюр. Конфликт возле одного из рязанских ночных клубов закончился трагедией. Потеря машины. К чему могут привести банковские долги? Морозы нипочем. Рязанские моржи открыли купальный сезон. Энергия творчества. История создания одного из областных предприятий глазами заслуженного художника. В московском межрайонном следственном отделе завершено очередное расследование резонансного уголовного дела. Возле одного из рязанских ночных клубов обычный, казалось бы, пьяный конфликт закончился трагедией. Максим Васильев изучил обстоятельства дела. На ваших экранах видео с камер наблюдения одного из рязанских ночных клубов. По словам правоохранителей, с не самой кристально чистой репутацией. Начало конфликта. Вот эти люди пока друг с другом даже не знакомы. Что же могло побудить их вступить в открытый конфликт? Если самые проницательные из вас произнесут шершеля фам, наверное, будут правы. Ни фамилии, ни имени женщины по этическим соображениям мы называть не будем. Но то, что борьба за ее внимание стала мотивом, похоже на правду. Произошел конфликт между посетителями. В результате которого молодой человек ударил своего оппонента один раз в область головы кулаком. От удара молодой человек упал и ударился о тротуарную плитку, в результате чего потерял сознание. А это уже окончание вечера. Потерпевший разгирен. Его подругу уводит незнакомец, приобнимая за талию. Он садится в машину и мчится прямо на них. Дальше все выходит из-под обзора камеры, но происходит практически моментально. Потерпевший выскакивает из авто, бросается в сторону парочки и получает встречный удар в челюсть. Впрочем, большого значения этому не придает и, придя в себя, уезжает домой. Четыре дня мучается с головной болью, на пятый его увозит скорая. Но уже слишком поздно. Гематома задевает мозг. Когда употребляет алкогольные напитки, да, конфликтные, как бы и все свидетели говорят о том, что да, когда пьет, себя держать в руках не можно. В принципе, он спровоцировал весь этот конфликт, он начал оскорблять, обвиняем его. И в обвинении мы как бы меняли то, что моральное поведение потерпевшего противоправное. Свою вину обвиняемый признал сразу, но заметил, ударил инстинктивно, защищаясь, дескать, слишком агрессивно вел себя потерпевший. Следствие считает вину по первой части статьи 109 убийство по неосторожности абсолютно доказанной. Максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Как поступают с должниками, которые долгое время не выплачивают штрафы за задолженность по кредитным платежам? Очень просто, если к делу подключаются судебные приставы. Так, у жителя города за задолженность арестовали автомобиль Volkswagen Jetta. Не платил, вот и машины не стало. Житель города лишился своего Volkswagen. А причиной этому стала невыплата по кредитным платежам. Всего мужчина накопил долгов на сумму больше 700 тысяч рублей. В середине ноября сотрудники отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району проводили очередной рейд. На одной из стоянок города они обнаружили автомобиль должника. Сотрудники органов принудительного исполнения в присутствии понятых наложили арест на имущество должника. По предварительной оценке стоимость автомобиля Volkswagen Jetta должника составила 500 тысяч рублей. После оформления всех документов транспортное средство передали представителю-взыскателю в соответствии с выданной ему доверенностью. Отметим, что автомобиль оставлен на ответственное хранение без права пользования. Чтобы такого не случилось с вашим автомобилем, судебные приставы советуют проверять наличие своих долгов. Сделать это можно со своего телефона, скачав бесплатное мобильное приложение ФССП или на сайте управления. Можно также обратиться за консультацией к самим приставовым исполнителям по месту прописки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 17 ноября – это годовщина коронавируса. Раньше считалось, что первый случай заражения человека COVID-19 произошел в декабре прошлого года. Как выяснилось позднее, первый обратившийся с симптомами коронавируса был житель провинции Хубей в Китае. Это случилось именно 17 ноября 2019. С тех пор мир изменился до неузнаваемости. Маски, ограничительные меры, режим самоизоляции и многое другое. По состоянию на данный момент во всем мире заболело 54 миллиона человек. В России число заболевших уже почти дошло до 2 миллионов. В Рязанской области всего с начала пандемии COVID-19 выявили более чем у 12,5 тысяч рязанцев. Больше 9 тысяч человек выздоровели. И, к сожалению, 73 пациента с коронавирусом скончались. В данный момент в областной клинической больнице началась реализация волонтерского проекта. К работе приступила первая группа добровольцев. Они работают как в зеленой, так и в красной зоне. Волонтеры транспортируют пациентов, разносят передачи от родственников и проводят уборку. Планируется система каскадного обучения. Будут приезжать 32 волонтера из всех районов области, где есть ковид-госпитали. Они будут работать по 2 недели и проходить обучение в областном центре, а затем станут организовывать такую систему на местах. Таким образом, должно повыситься качество оказываемой помощи. Данный проект является первым в нашей стране. Несмотря на середину ноября, погода в Рязани практически бесснежная. Но это не помешало рязанским моржам открыть купальный сезон. На третьем Барковском карьере любители закалки провели массовое окунание. В плавании принимают участие, активно принимают участие суставы плечевого пояса. Поэтому делаем махи, руковые движения махи руками. У рязанских моржей старт сезона. Желающих искупаться в холодненьком на этот раз больше, чем обычно, около полусотни, поэтому вначале краткий инструктаж и разминка. Только потом первый заплыв. Температурный перепад для моржей – один из главных принципов обретения позитивных эмоций. Впрочем, получить переохлаждение от резкого входа в воду не такая уж и редкость. Даже для закаленных. Видимо, поэтому за ними внимательно наблюдают спасатели. И с берега, и с воды. За бортом всего примерно плюс два, но осеннюю инициацию выдерживают все. Впереди долгие тренировки. А на следующей неделе уже минусовые, минус девять. Так что всех приглашаю на ЦСКА. Я думаю, что, наверное, карьеры тоже дома не больше установится. Там мы делаем прорубь, как всегда, 25 метров на две дорожки. Все будет весело, здорово, отлично, позитивно. Все участники первого заплыва получают специальный значок из железа, как символ духа, смелости и стального характера. Максим Васильев, телекомпания «Город». Иконы Александра Невского и Георгия Победоносца взмыли вверх. Таким необычным способом в Петелинском районе Рязанской области завершили цикл мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Патриотическую акцию совместили с духовной. На летное поле вышли кадеты в форме солдат Великой Отечественной войны. Молебий напавших провел настоятель Вознесенского храма, протеерей Олег Трофимов. А главным событием праздника стал своеобразный крестный ход. Мотодельтаплан с иконами воинов-победителей Александра Невского и Георгия Победоносца пролетел почти над всем Петелинским районом. Батюшка подниматься к небесам не решился. За него это сделали местные чиновники, кроме всего прочего растянувшие в облаках флаг Победы. В художественном музее открылась выставка заслуженного художника Валентина Чавкина под названием «Энергия творчества». Это ретроспектива его авторского пути. На выставке побывал Валерий Седов. Сегодня в художественном музее картины не самые обычные. Житель Новомичуринска сразу узнает привычные пейзажи. Это Гресс, причем во время его строительства. Еще молодого художника, автора выставки Валентина Чавкина, отправили в командировку на строительство нового объекта. И в течение 15 лет он изображал, как растет станция. Цельность творчества Валентина Дмитриевича, она очень высокая. И цельность экспозиции, она существует. Она достигнута, не напрягаясь, потому что он узнавал в каждой своей работе. И если не всматриваться в наполнение фактической работы, то выставка по пятнам, по экспозиции, она очень цельная при этом. Выставка под названием «Энергия творчества» Валентина Чавкина открылась на юбилей художника. Что примечательно, совсем недавно был юбилей другой значимой фигуры для Рязани – поэта Сергея Есенина. Дело в том, что он тоже стал важной частью творчества художника. Стоило не рязанцу Валентину Чавкину в 60-м прочитать стихи реабилитированного поэта, как он сразу влюбился в его работы. И, например, появилась необычная картина с Сергеем Есениным, где он изображается в зеркале. Это самое зеркало стояло у художника Валентина Чавкина в мастерской. Я когда бегаю из комнаты, там кто-то мелькает, мелькает. Думаю, а может быть, ко мне Есенин явился? Опять тема та же. Я сделал именно в зеркале Есенина, у него на фоне крылья. Он как появился, он влетел. Так же и улетит, так же он и исчезнет. На выставке Валентины Чавкина «Энергия творчества» представлены работы художника разных лет. Преимущественно здесь целая серия, связанная с Новомичуринским ГРЭС и с Сергеем Есениным. Увидеть картины заслуженного художника может любой рязанец в художественном музее имени Пожалуйста. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях нашего региона вы можете узнать на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова